Добрый день, уважаемые студенты и преподаватели Тюменского института культуры. Сектор литературы по дизайну продолжает знакомить с фондами научной библиотеки и предлагает вашему вниманию новую книжно-иллюстративную выставку «Морской пейзаж в живописи». На ней представлено 14 изданий о художниках, которые в своем творчестве обращались к изображению водной стихии. На самом деле таких мастеров гораздо больше, и о них можно узнать из иллюстрированной энциклопедии «Маринисты», где содержатся сведения о художниках разных эпох и разных стран мира, в том числе и России. При словосочетании «Морской пейзаж» у нас сразу появляется ассоциация с картинами Айвазовского, этого прославленного мариниста XIX века. На нашей выставке представлено две монографии, посвященных этому выдающемуся виртуозному мастеру изображения водной стихии. Его земляк, уроженец Феодосии Константин Богоевский, посвящал свое творчество древней Кемери, крымским пейзажам. Море на его картинах и в цветных литографиях всегда грандиозно, монументально и так же первозданно, как и окружающие его скалы, небо и вся древняя Кемерийская земля. Об этом художнике повествует очень красивый иллюстрированный альбом. Но не только он. О Богоевском, о его современниках написал в своем дневнике известный русский художник и поэт Максимилиан Волошин. Он тоже был жителем Юга, Крыма, Коктебеля, и к нему в дом на берег Черного моря съезжался весь цвет русской интеллигенции в первое десятилетие XX века. На выставке представлено также два издания о романтиках первой половины XIX века – немецкого художника Фридриха и английского живописца Тернера. Если море на картинах Фридриха носит глубоко символический характер, то Уильям Тернер писал море как мощную природную стихию, используя весь свой богатый живописный дар и предвосхитив на несколько десятилетий открытие импрессионистов и абстрактной живописи. Также на нашей выставке представлены книги, альбомы о трех французских художниках второй половины XIX – начала XX веков. Один из альбомов посвящен импрессионисту Клоду Мане, по названию картины которого «Впечатление. Восход солнца» новое направление в живописи получило название «Импрессионизм». Книга «Поль Синьяк» рассказывает и знакомит с творчеством и с морскими пейзажами художника представителя пуантилизма, писавшего раздельными мазками, не смешивая цвета, и от этого в его работах рождалась особая декоративность. Влюблен в море был еще один французский мастер Альбер Марке. О морских пейзажах этого художника, об изображении любимой им реки Сены повествует очень красивый иллюстрированный альбом на нашей выставке. Ну и еще о двух мастерах XX века можно узнать на выставке. Это художники-путешественники Рокуэлл Кент и наш современник Федор Конюхов. Человек-легенда Конюхов больше известен своими одиночными кругосветными путешествиями, но не все знают, что он занимается живописью и графикой. И наш альбом с его работами и в том числе с морскими пейзажами откроет для зрителя и читателя его как интересного художника. Американец Рокуэлл Кент в своих картинах пишет всю историю собственных путешествий по северным островам и землям. Он бывал и на Аляске, и в Гренландии, и на огненной земле. И тема моря, тема жизни человека в окружении этой суровой природной стихии. Эти темы были одними из самых важных в творчестве американского художника. Об этом повествует и альбом под названием «Рокуэлл Кент», и гренландский дневник, который художник писал в течение нескольких лет по впечатлениям от своих путешествий. Приглашаем всех желающих познакомиться с интересными изданиями. И до встречи в нашей библиотеке!